Клава Республики Комплекты специальных изданий для слабовидящих детей передала компания «Русгидро» на этот раз в дошкольное учреждение Черкеска «Журавлик». В судьбах народов Карачева-Черкесии было много испытаний. Мы очень хорошо знаем, как поддержка, сопереживание и стремление людей поддержать друг друга в сложную минуту помогают преодолеть трудности. Сейчас такая помощь нужна жителям Палестины, где в результате военных действий гибнут ни в чем не повинные люди. Как сказал наш национальный лидер Владимир Путин, происходит настоящая гуманитарная катастрофа. Жители Карачева-Черкесии уже выразили свою готовность помочь ей принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. Считаю такое стремление очень важным и полностью его поддерживаю, сказал Рашид Семрезов. В работу по формированию помощи активно включились депутаты парламента. Также глава призвал всех неравнодушных жителей Карачева-Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семьи в Карачева-Черкесии пройдут мероприятия «Россия. Единство. Победа» в рамках благотворительной акции «Копилка. Победа». 17 ноября в городских округах и муниципальных районах республики состоятся благотворительные концерты. Все вырученные средства пойдут на приобретение вещей и необходимой техники для бойцов, которые выполняют сейчас свой служебный долг в зоне специальной военной операции. В настоящее время в республике уже начался сбор писем, рисунков и поздравительных открыток. С наступающим Новым годом также все желающие могут поддержать наших военнослужащих, обратившись в штаб общественной организации «Мы вместе» по номеру, который вы видите на экране. Принять участие в акции каждый житель Карачаева-Черкесии сможет внести свой личный вклад в победу. Одним из первых в Российской Федерации с начала специальной военной операции главой Карачаева-Черкесской республики было дано поручение создать единый штаб при главе субъекта по поддержке военнослужащих и их семей. Отдельно хочу отметить, что на протяжении осуществления всей своей деятельности единым штабом организовано и проведено довольно большое количество мероприятий. В том числе это благотворительные акции, концерты, ярмарки и иные мероприятия. Следует обратить внимание на то, что одно из таких мероприятий довольно крупных, значимых состоится уже очень скоро на территории всех городов и районов Карачаева-Черкесии. В частности, с 17 и 18 ноября, как уже было сказано ранее, во всех городах и районах Карачаева-Черкесии будут организованы и проведены благотворительные концерты. Благотворительные концерты организуются и проводятся в рамках реализации социально значимой акции, инициированной и реализованной и реализуемой по состоянию на сегодняшний день единым штабом при главе Карачаева-Черкесской республики по поддержке военнослужащих и их семей «Копилка Победы». Отдельно хочу сказать про уже ранее реализованную акцию, которая продолжает свою реализацию, это письмо солдату. Действительно, эта акция была организована и проведена на территории Карачаева-Черкесии в городе Черкесск, постом номер один, в рамках деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» во всех городах и районах. И такие акции, они действительно несут высокий уровень социальной значимости и оказывают необходимый уровень моральной поддержки нашим бойцам, которые в настоящее время защищают идею России, защищают курс нашего президента страны. И, безусловно, это является важным вкладом и в национальную безопасность. Значит, хочу обратить внимание на то, что как и моя гражданская позиция, так и молодежи Карачаева-Черкесской республики заключаются в исключительной и безусловной поддержке курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. В Карачаево-Черкесской республике по инициативе всемирной поддержки главы республики организуются и проводятся на регулярной основе все мероприятия и события, необходимые для внесения своего вклада в успешную организацию и проведение специальной военной операции и, конечно, поддержки военнослужащих и их семей. Экономисты России отметили профессиональный праздник. В Доме правительства составилась торжественная церемония награждения. Отметили те, кто за долгие годы работал, показал хорошие результаты в профессиональной деятельности. В чем суть специальности и о значимости профессии Альбина Ламкова? В зале собрались те люди, которые тесно связаны с цифрами. Каждый из них выполняет невидимую рутинную работу, но результат их деятельности очень важен. От их точного расчета и благоприятного прогноза зависит процветание любой отрасли. В роли предсказателя, основываясь на фактах, выступают экономисты. Это сравнительно молодой праздник и отмечается всего 8 лет. Но экономическая история России, конечно, насчитывает столетия. На разных ее этапах деятели экономической сферы сталкивались со сложными вызовами, которые преодолевались благодаря своевременным и выверенным экономическим государственным решениям. Наш непростое время – не исключение. От современных экономистов требуются высокие компетенции, добросовестность и умение брать на себя ответственность. 11 ноября является днем профессионального праздника экономистов всей нашей страны. Работа экономиста подразумевает работу с большим объемом данных, с определенными цифрами, с аналитикой процессов, которые протекают в сфере экономики. Безусловно, это требует и большого умственно-интеллектуальных нагрузок и, несомненно, является одним из важнейших оплотов процветания любого как субъекта и государства. Марина Гачияева работает экономистом с 2008 года. Начинала трудовую деятельность в Абадинском районе. Сейчас работает начальником отдела Министерства экономического развития Корчаева-Черкесии. Большинство выпускников школы чаще всего не имеют четкого представления о будущей профессии. Но Марина Гачияева твердо знала, в какой сфере будет трудиться. Профессию выбирала осознанно, шла целенаправленно именно по этому профессиональному пути. Профессия достаточно серьезная, значимая во всех сферах деятельности, в связи с тем, что в каждой отрасли есть экономисты. Экономист – ответственная профессия. Это призвание. От его работы зависит очень многое. Они определяют прогнозы и понимание того, в каком направлении должна развиваться экономика субъекта, от которой зависит и благосостояние людей, говорили на мероприятии. Министерство экономического развития – это голова всех министерств, голова всех программ. Хочу вас уверить, что мы все очень ценим вашу работу и надеемся, что вы в дальнейшем будете столь же профессионально, столь же успешно ее выполнять. Экономисты обеспечивают слаженную работу организации в самых разных областях. В свою очередь, предприятие определяет устойчивость экономики региона в целом. Труды экономистов отмечают каждый год. И в этом году к благодарностям и наградам было представлено около ста человек. Очень приятно, что руководство нас выделило для награждения грамотами различной степени. У нас очень дружный коллектив. О своей работе что могу сказать? Трудимся на благо нашего района, чтобы наш район процветал. Стараемся входить в ногу со временем. На церемонии награждения еще раз отметили то, что качество жизни населения и рост инвестиционной привлекательности будет, как и прежде, зависеть от профессионализма представителей экономики. Все ждут высоких результатов от благоприятных и верных прогнозов экономистов во благо нашего региона. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Они подарили красивую и яркую игру болельщикам, а московские судьи признали лучшим бомбардиром, лучшим игроком и лучшим вратарем страны третьего дивизиона, членов их команды. Весь 2023 год футболисты Карачаево-Черкесского клуба «Нарт» показывали и доказывали свое мастерство и превосходство, выиграв матчи вначале в зоне ЮФО и СКФУ, а затем и на всероссийском уровне. Так, обновленная футбольная команда из Черкеска вернулась из Сочи, где стала вице-чемпионом финального этапа соревнований России среди мужчин. Победителей с песнями, танцами и различными угощениями встречали на границе Ногайского района и Ставропольского края Алла Качива подробнее. Вот они, лучшие нападающие, защитники, полузащитники и вратари. Немного уставшие, чуточку грустные, но довольные ребята-футболисты выходят из автобуса, где их ждут с утра на границе Ногайского района со Ставропольским краем с музыкой и национальными угощениями. Еще бы, такого результата у игроков Карачаево-Черкесии не было. Среди 86 команд из 9 регионов России нартовцы стали вторыми. Мы выиграли в Сочи 4 игры и вот вчера мы проиграли 1-0. Но мы забрали все, что у них есть. Мы забрали лучшего вратаря. Москва определила, что лучший вратарь – это игрок нарта. Лучший игрок сезона России тоже определила Москва, и это сделали Абедокова. Лучшего нападающего тоже сделали Нарт, это тоже Абедокова. Мы 10 голов забили и 3 гола пропустили. Ну, это о чем-то говорит, и говорит о том, что это настроение, бой, характер. И то, что мы дали слово и главе республики, и болельщикам, что мы докажем, что мы будем играть, что мы эту зону выиграем. Я считаю, что за 20 лет и за возрождение футбольного клуба мы выложились на все 100. Так, в финале Нарт из Черкеска встретился с командой КССС из Кирова-Чепецка. Игра получилась зрелищной, яркой и завершилась минимальной победой 0-1 в пользу наших соперников. По итогам турнира обладателем индивидуальных наград стали два игрока Карачево-Черкесского футбольного клуба Нарт. Лучшим вратарем признан Александр Дьяченко. Лучшим бомбардиром и лучшим игроком Вадима Бедоков. Тренер голкипера Дьяченко с гордостью рассказывает, что занимался с ним около полугода и результат не заставил себя долго ждать. Проявил себя очень трудолюбивым парнем, отзывчивый. В общем, прикладывал усилия, ну и своей игрой, своим отношением, профессионализмом он доказал на всю Россию, что он является лучшим вратарем в третьей лиге. Нартовцы не собираются останавливаться на достигнутом. Ребята мечтают играть в премьер-лиге в составе своей любимой команды. Ну а секрет успеха у каждого свой. Тренироваться, усердно тренироваться и желание. Я думаю, все кроется в таланте. Ну, большинство. А так тренироваться тоже стоит. Заместитель министра физической культуры и спорта Карачева-Черкесии Мурат Агиров поблагодарил футболистов за красивую и яркую игру, за кропотливый труд, хорошую технику и победы. За выход в финал они выиграли двукратных чемпионов данной лиги. Вот, ну, это второе место, но для нас тоже победа. Я хотел бы поздравить всех любителей футбола у нас в республике. Действительно, возрожденная команда «Нар» оправдала все наши надежды. Даже, ну, как сказать, перевыполнили свой план. Мы не ожидали такого результата. Это результат у нас в республике впервые. Мы заняли второе место среди 86 субъектов третьей зоны, ну, третьей лиги. Поэтому это шикарный результат. Я надеюсь, уверен, что будущее у нашей профессиональной команды «Нарта» очень огромное. Сейчас футболисты «Нарта» будут отдыхать и набираться сил. А в следующем году вновь будут покорять футбольную вершину страны во втором дивизионе. Алла Качива, Ренат Муков. Вести Карачева, Черкесия. Ногайский район. Офицеры Регионального следственного комитета России продолжают цикр лекций для студентов республиканских вузов. С целью популяризации профессии следователя и реализации кадровой политики следственным управлением уделяется большое внимание обеспечению отбора квалифицированных кадров и успешной профессиональной адаптации кандидатов к службе в следственных органах. Вместе с председателем Региональной общественной организации «Союз ветеранов следствий» Анзором Шабановым провели встречу со студентами юридического института. Студентам рассказали о тех задачах, которые стоят перед следователями, о тактике и нюансах проведения различных следственных действий, методах построения и отработки версий преступления. Накануне во многих странах отмечали День доброты и очередную годовщину для слепых. Компания «Русгидро» постоянно участвует в благотворительных проектах по всей России. Региональный филиал организации традиционно проводит акцию «Книжка в подарок», передавая комплекты специальных изданий для слабовидящих детей. Очередная партия прибыла в дошкольное учреждение «Черкеска Журавлик». Тактильные вставки из различных материалов, четкие контуры изображений, яркие рисунки позволяют ребятишкам лучше узнавать мир. Кроме того, в подарочные наборы вошли волшебные карандаши, помогающие воспроизводить тексты и музыкальные фрагменты книг. Далее смотрите интервью писателя и журналиста Шахриза Богатырева. С ней встретилась была Джазаева. Продолжение следует...